Итак, в центре нашего внимания известна еврейская песня под названием «Хат-гадья» «Один козлёнок», который завершает пасхальный седр. Это типичный кумулятивный текст с нанизыванием персонажей, каждый из которых уничтожает предыдущего. Вот я покажу текст. Этот текст вряд ли кто-то сможет прочитать. Вот перевод. Но я его читать не буду, потому что видно. Итак, каждый персонаж уничтожает предыдущего, последним появляется бог и низвергает ангела смерти. Цепь начинается с козылька, которого отец купил за два зуза. Эта песенка считается детской, включённой в пасхальный цикл, чтобы немного взбодрить детей, которых к полуночи уже клонят в сон. Помимо развлекательного элемента, она содержит нравственно-поучительное наставление. В цепи причинно-следственных связей всегда присутствует возмездие. И справедливость в лице бога в конце концов торжествует. Хотя анализу этой песни посвящено очень много работ, исследователи так и не пришли к общему мнению по поводу происхождения этого текста. Дело в том, что в разных европейских традициях существует масса похожих песен, что дало основание исследователям считать еврейский текст заимствованному немцев или французов. В самой же еврейской традиции он считается ашкенадским. В сефардских и восточных общинах этой песни не было до XIX или XX века. Сейчас существуют переводы на ладина и на арабский. Впервые эта песня была зафиксирована в печатном виде в пражской Агаде 1590 года. То есть довольно поздно. И этот источник долго считался единственным, самым ранним. Этот вариант, который используется и теперь, был записан на арамейском языке, но с грамматическими ошибками. Кроме арамейского текста, эта публикация содержит и перевод на немецкий, что позволило многим исследователям считать, что изначально текст был на немецком, а потом уже переведен на арамейский. В других старых Агадах есть перевод на идиш. Идишист Хонэш Мерук считал, что текст Хадгади был сначала написан на идиш, а потом уже переведен на арамейский. Исследователи пытались обнаружить другие варианты. Надеялись, что они найдут в рукописном виде более древние свидетельства, так как в книгах XVIII века упоминался этот текст в рукописном молитвеннике 1406 года. Менахим Цви Фукс приводит рукописный вариант XIV века из Прованса. И он, видимо, на сегодняшний день является самым древним известным текстом. В этом варианте содержание заметно отличается от общеизвестного, а арамейский более корректен. Фукс считает, что этот текст дважды переделывался и в таком переделанном виде сохранился до наших дней. Во-первых, в известном варианте не очень логично, что кот пожирает козлёнка. В правосальском же варианте всё выглядит иначе. Я прочитаю он короткий, потому что не буду читать всё незаконченное. Один козлёнок, что купил отец за два зуза, пришёл пёс и съел козлёнка, а не кот, что купил отец за два зуза и так далее. Пришла палка и побила пса, что съел козлёнка. Пришёл огонь и сжёг палку, что побила пса, что съел козлёнка и так далее. Я не буду повторять всё это. Пришла вода и потушила огонь, что сжёг палку. Пришёл бык и выпил воду, что потушила огонь. Пришла верёвка и связала быка. Вот здесь тоже отличие, что выпил воду. Пришла мышь и съела верёвка. В верёвку пришёл кот и съел мышь. Дальше всё обрывается. В этой последовательности всё более логично выглядит. То есть мышь перегрызает верёвку, кот ест мышь, козлёнка же пожирает пёс. Однако в этом тексте отсутствует финал, который ставит логическую точку в цепи последовательных уничтожений персонажей. Возможно, этот текст обрывается, и продолжение его утеряно. Открытие этого варианта «Хадгади», как считает Фукс, исключает возможность перевода с идиша. Он задаётся вопросом, является ли еврейский текст первичным или же переводом французского или другого европейского текста. Фукс замечает, что в провансальском варианте «Хадгади» нет выраженного мотива наказания за совершённое преступление. Если предположить, что текст не обрывается, а именно кончается мышью, то всё можно объяснить и просто круговой порокой зла. Он считает, что будь это еврейская переработка нееврейского текста, мотив преступления и наказания не был бы устранён, а наоборот подчёркнут или хотя бы сохранён. Этот вывод основан на том, что в европейской традиции мотив преступления и наказания является ключевым. Он отражён в древнейшей литературе. Например, в «Поучении отцов» рассказывается, что когда Гилель увидел плывущий по воде череп, он сказал, что за то, что ты топил, утопили тебя, но в конце концов и утопившие тебя будут утоплены. Есть и другие, не менее красноречивые параллели. В книге «Бытия» содержится легенда о споре Абрама с Немродом. Сказал ему Немрод, поклонись огню. Абрам сказал ему, лучше я уж поклонюсь воде, которая гасит огонь. Немрод, поклонись воде. Абрам, лучше я тогда поклонюсь облакам, которые носят воду. Немрод, поклонись облакам. На это Абрам сказал. Если так, то я лучше поклонюсь ветру, которая рассеивает облака. Ну и так далее. В Талмуде есть пассаж. Таким образом, как отмечают еврейские исследователи, была или нет хать-гади основана на существовавшей ранее нееврейской модели, еврейская формулировка ее, скорее всего, возникла под влиянием этих древних еврейских прототипов или, по крайней мере, рождала аллюзии на них у тех, кто исполнял эту песню. Более того, как только она стала признанной частью еврейской традиции, она была интерпретирована в чисто еврейском стиле. Не только как всеобъемлющий закон причины следствия, но и более специфично как исторический опыт и надежды на будущее еврейского народа. Есть множество интерпретаций этой песни. Вот я приведу их в такой таблице, сводной мелко, наверное. Я не буду все это зачитывать, но тут видно, что каждый персонаж имеет несколько объяснений символических. Интерпретация этой песни охватывает весь период истории еврейского народа и даже его будущее. Это позволило многим писателям, музыкантам, поэтому использовать мотивы этой песни в своих произведениях. Но я на этом останавливаться не буду, потому что будет очень много этих разнообразных аллюзий, упоминаний, и это просто уводит в сторону от моей задачи. Так или иначе, при любых интерпретациях получается, что финал этой песни является ключевым. Но может ли это служить доказательством еврейского происхождения? Рассмотрим подробнее сюжет и его аналогии в других традициях. В качестве наиболее часто упоминаемых возможных прототипов Хадгадьи прежде всего отмечается немецкая народная песня «Крестьянин посылает Йокеля» и две французские детские песенки о козочке, о маленьком муравье, который шел в Иерусалим. Я потом подробнее о них расскажу, приведу их тексты. Английский же цепной текст «Дом, который построил Джек», считается, наоборот, произошедшим из Хадгадьи, вероятно, в силу того, что его первая фиксация относится к XVIII веку. Упоминаются также испанские песни «Мавританка и муха» и «Была жаба, поющая под водой». Также английская песенка о старухе, которая проглотила бабочку. Все эти тексты построены по кумулятивному принципу, то есть в них присутствуют нанизывания персонажей. Однако есть одно существенное различие, по которому все эти тексты можно разделить на два типа. В одних из них происходит последовательное уничтожение персонажей, то есть как Хадгадьи, в других, наоборот, никаких действий не происходит, а действующие лица один за другим отказываются выполнять требуемые действия только после появления ключевой фигуры. Обычно это бог или дьявол, цепь разворачивается в обратном порядке, то есть каждый персонаж изъявляет желание погубить предыдущую, но этого не делает. И в конце концов это приводит к началу цепочки и к согласию первого персонажа совершить действие, которое от него требуется. Потом всё разворачивается в обратном порядке. Поэтому принципы построены тексты, которые, как ни странно, чаще всего приводятся как аналоги Хадгадьи, это немецкая песня о Йокеле и французская о козочке. Я приведу их в тексты. Наверное, сразу перевод не поместилось на одной странице. Это перевод немецкой песни, потом покажу французскую. Здесь видно, что в целом набор персонажей в немецкой песне такой же, как в Хадгадьи, только с тем исключением, что в немецком тексте отсутствует коза, добавляется Йокель, слуга, коршун и ведьма, а вместо бога фигурирует отец. Дальше французская. Здесь как раз отсутствует действие персонажей. Козочка не хочет выйти из капусты и так далее. Потом волк не хочет есть собаку, палка не хочет бить волка и так далее. Потом появляется в конце концов дьявол, и всё разворачивается в обратном порядке. То есть каждый персонаж уже изъявляет желание совершить это действие, но нет никаких доказательств, что он его совершает. В французском тексте, может быть, можно его считать ближе по набору персонажей к еврейскому, но тут исчезает код, и последним персонажем является дьявол. Примечательно, что существует песня, записанная на идише, которая поразительно напоминает немецкую песню. Видно, что текст на идише по набору персонажей ближе к отгаде, чем немецкий, хотя его содержание и смысл получаются обратными. То есть, опять же, персонажи не хотят выполнять те действия, которые от них требуются. Какой же из этих текстов является первичным? Как известно, при заимствовании фольклорного сюжета он может как дополняться ради несуществовавшими деталями, так и усекаться. Однако важно сохранение первоначальной логики сюжета. На наш взгляд, логика лучше сохранена в тексте на идише. В качестве отправной точки здесь выступает Всевышний, который последовательно посылает в мир всех персонажей, а не крестьянин, как в немецком тексте, непонятно, почему наделенный таким могуществом. Также более оправдана цепочка резника «Ангел смерти», а не «Мясник, коршун, ведьма, палач», что при близком функциональном сходстве мясника и палача кажется избыточным. Наводит на мысль о первичности текста на идише также имя главного персонажа. Йоккель или Йоккл – это уменьшительная форма от еврейского имени Йохин, Йохим или Яков. А также название ритуального резника – Шокет, которому в немецком тексте соответствует мясник или палач. Что же касается французской песни о козе, то по причине наличия этой самой козы она ближе к классической хат-гадьи и дальше от немецко-еврейского Йоккеля. Какой же текст все-таки можно считать первичным? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим все тексты, упоминающиеся как аналоги хат-гадьи. Мы составили такую таблицу, где предъявлены данные всех этих текстов с выделением зачинной концовки, а также набору персонажей. Для наглядности в нее включены явно вторичные аналоги позднего происхождения. Это чешская песня «Йоро де на пиво» переделка немецкого Йоккеля и итальянская песня «Алафьера де леста» почти дословный перевод хат-гадьи с заменой козленка на мышь. У меня тоже не вместилась эта таблица. Это вторая часть таблицы, где собраны песни, где персонажи не выполняют действия. В таблице выделены жирным шрифтом персонажи, которые повторяют персонажи хат-гадьи. При сравнении становится очевидным, что далеко не все песни близки по составу персонажей хат-гадьи, а некоторые оказываются весьма далекими от еврейского текста. Это прежде всего можно сказать об английских текстах, о старухе, проглотившем муху, и о доме, который построил Джек. В сущности их объединяется хат-гадьи только кумулятивное построение, а кот, собака и корова являются тривиальным персонажем, используемым очень часто в такого рода текстах, что само по себе еще не может быть свидетельством их родства. Кумулятивный принцип как таковой широко используется в фольклоре в самых разнообразных жанрах. Вспомним, например, русские сказки про репку или теремок, и считается одним из самых древних приемов построения текстов. В данном случае речь идет о конкретном тексте и его истоках. Если учитывать смысл и содержание хат-гадьи, английские песни, называемые его аналогами, никак не могут претендовать на это. В песне о старухе, проглотившем муху, она же глотает всех остальных персонажей, включая корову, то есть отсутствует последователь уничтожение персонажей друг к другу. В доме, который построил Джек, вообще уничтожение не является главной темой. Уничтожают друг друга только первые несколько персонажей, остальные ведут себя вполне мирно. Сомнительными аналогами являются также испанские песни о ягоде и мухе и о жабе, которая пела в воде. В первой песне, которая зафиксирована в разных вариантах, речь идет о ягоде. Мора в испанском имеет двойное значение, это ягода тутового дерева и мавританка, поэтому в переводах иногда бывает мавританка, иногда ягода. И этот двойной смысл обыгрывается в одном из вариантов этой песни. Ее потревожила муха, дальше идет цепь персонажей, только в одном варианте, заканчивающейся смертью. Другой вариант заканчивается тем, что мавританка ягода тревожит мавра. Из присутствующих в кат-гаде персонажей в них упоминается только кот, собака и бык, что еще не может служить доказательством заимствования. Но любопытен вариант этой песни, записанный на ладина народосе, которому появляется палка, огонь, вода, палач и ангел смерти, но также жабы и пчела, которых нет в испанских вариантах. Возможно, этот вариант можно считать контоминацией кат-гаде народной испанской песни. Вероятно, такой же контоминацией можно считать другую испанскую песенку о жабе, поющей в воде. В ней не было бы ничего примечательного, если бы не вторжение в ряд животных палки, огня и воды и заключительный персонаж дьявол, который, впрочем, все заканчивается тем, что он не может повлиять на поющую свою кровь. Вообще говоря о логике последовательности персонажей, следует подчеркнуть, что ряд палка, огонь, вода явно выпадает из общего ряда, в котором присутствуют животные и в заключении главенствующий над ними человек. Если вспомнить типичные кумулятивные тексты, например, тот же русский теремок, то у них обычно происходит нанизывание персонажей, относящихся к одной категории, а чаще всего это животные от мелких до крупных. Действительно, почему бы в хадгаде за собакой не следовать быку, как в приведенных испанской и английской песне? Это было бы логичнее, чем разрывать этот ряд тремя далекими от животного мира предметами, отводить бы роль пьющего воду. Собственно, это мог бы делать любой другой живой персонаж. Этот выбивающийся из общей кумулятивной логики ряд придает тексту действительно более философский, отвлеченный смысл и отсылает к дискуссиям о том, кто сильнее, в том числе и к уже упоминавшимся древнееврейским источникам. В связи с этим интересным представляется текст французской песни о муравье, идущем в Иерусалим. В нем, помимо палки, огня и воды, присутствуют также снег, солнце, облако, ветер и гора. Можно было бы его считать прототипом Хаткади, однако в этом тексте ничего не происходит, кроме того, что вначале муравей ломает лапку из-за снега. Все персонажи только последовательно беседуют с муравьем, отсылая его каждый раз к более сильному персонажу. По своему содержанию эта песня скорее напоминает философскую притчу, чем детскую песенку. Что же касается приведенных детских песен с преобладающими персонажами и животными, рискнем предположить, что появление в них вкрапления в виде палка, огонь и вода может говорить о поздней контоминации, но никак не о первичности текстов именно в таком виде. Первичность их в еврейском тексте может объясняться только аллегорией, изначально заложенной в этой песне. Об этом может свидетельствовать существование песен Наладина с таким вкраплением наряду с существованием аналогичных песен без него. Это может быть косвенным доказательством первичности еврейского текста, который впоследствии, заимствуясь другие традиции, мог смешиваться с существующими в них другими кумулятивными песнями с частично похожим набором персонажей. Возвращаясь к логике последовательности персонажей, обратимся к главному действующему лицу Хатгади, козлёнку. Почему именно козлёнок служит отправной точкой цепи? Следуя логике к кумуляции, надо было бы начать с более мелкого персонажа, как в подобных народных песнях «Мухи» или «Мыши», в которых, кстати, превратился к козлёнок в переводе Хатгади на итальянский язык. Там полностью перевод дословный, кроме вот именно этого персонажа. Тогда и появление кота вторым персонажем было бы более оправданным. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к образу козлёнка и связанным с ним символическим мифологическим реминистенциям. Прежде всего, конечно, напрашивается аналогия с козлом отпущения, который в честь праздника Йом-Кипу разгонялся в пустыню после возложения на него грехов всего еврейского народа. Таким образом, неслучайно возникает аллегория козлик народа Израиля, весьма популярного еврейской традиции вообще. Однако, если вникнуть в корни этого обряда, выясняется, что эта особенность далеко не только еврейской традиции. По данным Фрейзера, обряд возложения грехов всех членов общины на живое существо или на материальный объект распространён повсеместно в самых разных регионах мира. Чаще всего в роли козла отпущения выступает животное, но и, может быть, и человек. Примечательно, что в роли такого животного выступает не нечистое и презираемое животное, как можно было бы предположить, а нередко священное, которое запрещено убивать в других целях. В случае же человека, как подчёркивает Фрейзер, это тоже не какой-то изгой, а бога-человек, или, по крайней мере, играющий роль бога-человека, который в силу своей божественной природы способен искупить несчастье и страдания всего народа. Анализируя детали обрядов в разных точках земного шара, Фрейзер задаётся вопросом, почему бремя народных прегрешений и страданий возлагается на плечи умирающего бога. Далее, отвечая на него, он высказывает предположение, что обычаи использования бога в роли искупителя чужих грехов, это сочетание двух когда-то независимых и самостоятельных обычаев. С одной стороны, когда-то было обычным делом увершление бога в образе человека или животного во имя спасения его священной жизни от разрушительного воздействия времени, я цитирую Фрейзера. С другой стороны, существовал обычай один раз в год устраивать общее изгнание всех грехов и напастей. Комбинация этих обычаев и вызывает к жизни обычаи использования умирающего бога в качестве искупителя чужих грехов. То есть, раз уж богу все равно он долежал умершлять, и люди воспользовались предоставившейся возможностью, чтобы переложить на его плечи бремя собственных страданий и грехов и дать ему возможность забрать их с собой в загробный мир. Далее Фрейзер связывает этот обычай с европейским обрядом вынесения смерти, которое считалось духом растительности, умершляемым весной, чтобы дать ему возможность снова возродиться. Именно перед началом нового цикла или нового года, во все переломные моменты календарного года, которые знаменуются сменой сезонов и типов семидельческих работ, народ, по его мнению, нуждался в очищении от грехов. Отсюда и обряды козлов отпущения приурочены именно к этим временным точкам. Так, например, обряд изгнания Мамурия Витурии в Древнем Риме был приурочен к началу нового года, в начале марта. Римские сатурналии, при которых, кстати, родились козлов, приходились на середину декабря, перед зимним солнцестоянием. Примечательно, что у балтов отголоски обряда жертвоприношения козла соответствуют с ключевым моментом календаря. Своеобразная козлиная церемония была приурочена у литовцев ко времени окончания сбора урожая конец сентября, начало октября и осенним равноденствием. Целью жертвоприношения козла, символизировавшего плодородие, была благодарность богам и приглашение зимы. Сейчас этот обряд трансформировался в ритуал с козлом, при котором его не убивают, а только бьют, и обводят три раза вокруг березы, чтобы скорее выпал снег. Фигурируют козелы в весенних масленичных обрядах, при которых ряженые надевают маску козла, таким образом стараясь повлиять на плодородие земли. Отголоски этих обрядов сохранились и у славян. В Великой Польше при масленичных обрядах иногда вводили живую козу, приписывая ей магическое воздействие на урожай. Ядром рождественско-новогоднего обряда вождения козы являлось исполнение песни, где коза ходит, там жито родит. Песня сопровождалась танцем фантомима, центральным моментом которого был умирание и воскрешение козы, символизировавшее круговорот времени и возрождение природы. С аграрной магией, вероятно, связана козья масленица в цикле весенних обрядов Нижегородчины, приуроченная к Честному Понедельнику или Первому Воскресенью Великого Поста и отмеченная вождением по улицам, убранного венком и лентами козла. Йонасов и Шкунас, анализируя следы подобных обрядов, отмечают, что в Литве козлиная церемония совпадала по времени со своеобразным языческим периодом душ, который соответствует христианскому празднику всех святых. В этой связи интересно указание источников на то, что козёл приносился в жертву всем богам. Сфиксирована литовская песня, напрямую связанная с принесением козла в жертву богам. Существуют и другие литовские тексты, связывающие козла с Перкунасом в громом и молнии. Например, есть загадка Идёт козёл, крича небо рогом режет, на ногу опирается, бородой землю вытирает. В литовской мифологии есть свидетельство о том, что Перкунас ездит по небу на колеснице, запряжённой козлами. По мнению Владимира Николаевича Топорова, своей связью с божествами козёл обязан символикой плодородия и сексуальности. Для нашего анализа в данном контексте важно то, что козёл в мифологии разных народов воспринимался как животное, относящееся к божественной сфере. Вспомним выбор в качестве жертвы для искупления грехов именно священных животных и к ритуалам, приуроченных к смене сезонов в связи с символикой плодородия, что придаёт жертвоприношению смысл смерти и возрождения, а не просто смерть и во искупление грехов, подобно умирающей и возрождающейся природе. Таким образом, учитывая мифологический контекст образа козла, можно сделать вывод о его универсальной функции животного. Недаром во многих традициях сохранились отголоски этой его роли в самых разнообразных вариантах. Вспомним, например, известную русскую песенку «Жил бы у бабушки серенький козлик», которую также нередко упоминают исследователи Хаат-Гадьи, но который, по нашему мнению, к анализируемой еврейской песне не имеет никакого отношения. А, скорее всего, является отражением универсальных представлений о козле, от которого по его функции должны остаться рожки и доножки, неважно при этом, каким образом. Возвращаясь же к Хаат-Гадьи, можно сказать, что в свете приведенных выше мифологических представлений кажется вполне оправданным появление именно козленка в качестве отправной точки сюжета. Таким образом, принимая во внимание логику разворачивания сюжета и аллегорическое содержание, можно сказать, что на данный момент нам не известен ни один текст, который мог бы считаться иноязычным источником еврейской Хаат-Гадьи. Из всех перечисленных текстов на эту роль могла бы претендовать разве что французская песня о Казе, но в силу инверсивности сюжета она скорее соотносима с немецкой ритишкой песенкой о Йокеле, которая, вероятнее всего, является вторичной по отношению к Хаат-Гадьи. Спасибо.